В Истане сегодня проходит конференция по итогам индустриализации. В дебатах участвуют представители профильного министерства и международные эксперты. В ходе встречи участники планируют обсудить создание в Казахстане предприятий, которые смогут обеспечить страну мебелью, одеждой и средствами личной гигиены. Подробности у нашего корреспондента Дмитрия Крюковича. Условно, сегодняшнюю встречу можно разделить на два вопроса. Первый вопрос – это то, что было сделано за пять лет. Сделано, в общем-то, немало. Организовано более 800 проектов по всей стране. Сумма финансирования составила 700 миллиардов. И эксперты говорят, в общем-то, все прошло достаточно успешно. 80% новых заводов и производств, они успешно работают и приносят прибыль. И только 2% предприятий попали в не очень хорошую ситуацию. Там, может быть, какие-то проблемы с документацией, может быть, недофинансирование. И дела сейчас там стоят не очень хорошо. Но эти вопросы будут решаться, и со временем все придет в норму. Что касается второй темы, она еще пока не начиналась. Но, как стало известно из пресс-релизов, там будет обсуждаться, а что, собственно, нужно сделать во второй пятилетке форсированной индустриализации. Если в первой пятилетке основной уклон был сделан на металлургическую промышленность, на обрабатывающую промышленность, это были очень серьезные заводы с громадным финансированием, то во второй пятилетке предлагается сделать уклон на товары народного потребления. Это то, что всех нас, в общем-то, в жизни окружает. Ну, это мебель, это лекарства, это текстиль, это продукты гигиены. К сожалению, на данный момент, ну, более 50-80% этих товаров Казахстан импортирует. Так вот, во второй пятилетке нужно сделать так, чтобы все отечественное появилось на наших прилавках. Ну, и самое главное, наверное, что было сделано во время ФИИР, это логистика, которая позволяет очень быстро проводить финансирование, законодательная база, которая тоже достаточно серьезно была пересмотрена. И сейчас, в случае возникновения каких-то финансовых вопросов, все это позволяет решать достаточно быстрые сроки. Также вперед первой пятилетки было сделано очень две важные вещи, которые на сегодняшнем совещании отмечали. Во-первых, был ликвидирован энергодефицит в Казахстане. И вторая вещь, это все прекрасно помните, что в конце 90-х, и даже еще в начале 2000-х годов, в Казахстане не хватало вагонов. Это очень серьезно сказывалось на транспортных перевозках. Сейчас эти проблемы решены. Более подробную информацию о сегодняшнем совещании о форсированной индустриализации смотрите в вечернем выпуске новостей Хаббат. Субтитры создавал DimaTorzok